В 70-х-80-х годах прошлого века этот парень, о котором сегодня вспомнит далеко не каждый, даже самый ярый поклонник бодибилдинга, соперничал с такими зубрами, как Арнольд Шварценеггер, Фрэнк Зейн, Крис Гиккерсон и Франко Коломбо. Имя этого фактурного атлета со временем забылось, в сети не так много информации о нем, а видео с его тренировками и выступлениями вообще можно сосчитать по пальцам. Меж тем, Рой Каллендер по прозвищу Барбадосский бомбардировщик был одной из главных звезд золотой эры культуризма и даже занимал третье место на конкурсе Мистер Олимпия. Среди его успехов титул Мистер Вселенная, а также несколько первых мест на чемпионатах Северной Америки. Рой имел впечатляющие размеры, пропорции и качество для своей эпохи, но к великому сожалению, во времена выступлений его, скажем прямо, немного недооценивали. Несмотря на это, за свою 20-летнюю карьеру в бодибилдинге он завоевал пять чемпионских титулов на прос-сцене и принял участие в пяти турнирах Мистер Олимпия. Рой Каллендер появился на свет 31 октября 1944 года на Барбадосе, отчего и получил впоследствии прозвище Барбадосский бомбардировщик, а точнее первую его часть Барбадосский по географической точке своего рождения. Несмотря на это, нашего героя можно по праву считать и канадцем, так как семья Каллендеров перебралась туда спустя несколько лет после рождения Роя. С самого детства парня беспокоила проблема лишнего веса. Конечно, у него не было ожирения или другой подобной болезни, однако лишние килограммы присутствовали всегда. Именно это и побудило нашего героя еще в юности начать заниматься спортом. Причем выбор подходящего вида не занял много времени. Рой здраво рассудил, что легче всего привести себя в подобающую форму с помощью силовых упражнений, а проще сказать, тренировок с железом. С юности Каллендер отличался невероятным трудолюбием и тем, что за любое дело брался с нескрываемой одержимостью. Отсюда и вторая часть прозвища – бомбардировщик. Однако это никак не сказывалось на его характере. Рой был вполне добродушным и дружелюбным парнем. Как такового понятия бодибилдинг в конце 50-х годов прошлого столетия еще не существовало. Все, что было связано с железом, относилось к тяжелой атлетике. Рой безумно хотел тренироваться, но никак не мог найти подходящее место для тренировок. В залах нужно было заниматься тяжелой атлетикой с тренером, а Рой хотел просто качать железо. И 14-летнего паренька никто не хотел допускать к штангам и гантелям без присмотра. Но нашего героя это ничуть не остановило. Он твердо решил соорудить свой собственный небольшой спортивный уголок. Карманные деньги, которые давали ему родители, он откладывал и покупал гантели, штанги и прочий инвентарь. За полгода у него дома собрался неплохой зал, где он проводил все свое свободное время. Совсем скоро проблема лишнего веса практически решилась. Рой стал выглядеть замечательно, у него появилась мускулатура. Молодой человек не только забыл о своей проблеме, но и стал заметно выделяться своими мышцами на фоне сверстников. Это несмотря на не самый огромный рост, всего 173 см. Через несколько лет, когда календар достиг совершеннолетия, он стал все чаще задумываться о карьере культуриста. Как раз в это время зарождался бодибилдинг, который притягивал Роя все сильнее. Но чтобы быть спортсменом, да еще соревновательного уровня нужны были деньги на подготовку. Но, к сожалению, семья календаров переживала не лучшие времена, поэтому с идеей о спортивной карьере парню пришлось повременить. Вместо этого Рой устраивается на несколько работ одновременно и на заработанные деньги покупает свой первый абонемент в настоящий тренажерный зал. Время шло, а Рой не прекращал интенсивно тренироваться. Уже через два года он стал самым большим парнем в своем зале. В 1967 году ему посоветовали попробовать свои силы на соревновательной сцене. Наш герой, недолго думая, соглашается и без особых трудностей выигрывает свое первое соревнование «Мистер Юго-Восточная Британия». В том же году становится вторым на турнире «Мистер Вселенная Набба». Вообще этот турнир стал настоящим камнем преткновения для нашего героя. Рою никак не удается подняться на первую ступень заветного турнира. С 1968 по 1971 года он еще трижды занимает вторые места и никак не может получить вожделенный титул чемпиона. Отчаявшись, в 1973 году он даже принимает решение покинуть бодибилдинг и стать профессиональным рестлером. В те годы он выступал под псевдонимом «Мистер Олимпия». Вероятно, Рой выдавал желаемое за действительное, ведь он никогда не завоевывал этого титула. В 1975 году Календар решил завязать с карьерой рестлера и вернуться в родной культуризм. Спустя два года, живя в Монреале, он познакомился с известным фотографом, а также владельцем местного тренажерного зала Джимми Карузо. Рой попросил Карузо тренировать его, поскольку хотел вернуть былую форму и вновь возвратиться на сцену. Джимми заверил его, что тот получит свой титул «Мистер Вселенной» еще до конца года, если будет тщательно следовать его советам. Разумеется, бомбардировщик с Барбадоса согласился на эти условия и приступил к тяжелым тренировкам. За время сотрудничества с Карузо Рою удалось сделать впечатляющую форму. И в сентябре 1977 года он без особого труда побеждает на чемпионате Канады в городе Калгари в среднем весе и в абсолютной категории. Тогда же берет титулы «Мистер Интернешнл» и долгожданное звание «Мистер Вселенная», чем завоевывает право выступить на главном турнире для любого бодибилдера «Мистер Олимпи». На своей первой Олимпии он сходу становится вторым в категории свыше 200 фунтов, уступая только Робби Робинсону и замыкает призовую тройку в абсолютке. Разумеется, выше него все тот же Робинсон и легендарный Фрэнк Зейн. Дебют действительно удался на славу, согласитесь. Особенно, учитывая, что Рой оставил позади таких ребят, как Дэнни Падзилла и Эд Корни. Календар продолжает тренироваться еще упорнее и в 1979 году одерживает победы на турнирах в родной Канаде, Canada Diamond Pro и Гран-при Ванкувера. В том же году второй раз выходит на Олимпию и становится четвертым в категории свыше 200 фунтов, уступая Майку Менсеру, Деннису Тенерино и Роджеру Уолкеру. Абсолютку и свою третью Олимпию подряд вновь берет Фрэнк Зейн. В следующем, 1980 году, Рой трижды поднимается на соревновательную сцену. Становится бронзовым призером на Питтсбург Про, Гран-при Пенсильвании и Ночи чемпионов. На Олимпию 80 выходит, если не в ранге фаворита, то точно в роли претендента на топ-6. Но ему не хватает одной ступеньки, чтобы оправдать прогнозы специалистов. Рой становится седьмым, обходя, к слову, таких топовых билдеров, как Том Платц, Дэнни Падилла, Эд Корни, Самир Банут и Кен Уоллер. Первенствовал же на том чемпионате неподражаемый Арнольд Шварценеггер. Далее были несколько Гран-при в Северной Америке и две заключительные Олимпии в карьере барбадосского бомбардировщика. В 81 году в Коламбусе Рой чуть-чуть не дотянул до тройки, уступив пьедестал Тому Платцу, Крису Диккерсону и вернувшемуся на профессиональную сцену Франка Коломбо. Три года спустя в 84 он пятый на Олимпии. До 1989 года Календер выступает на профессиональных турнирах, но больше не добивается успехов. И после седьмого места на Гран-при Германии принимает решение о завершении карьеры. В возрасте 47 лет. Сейчас Рой по-прежнему живет в Канаде, ему скоро 80 и его жизнь по-прежнему связана с бодибилдингом. Барбадосский бомбардировщик в настоящее время работает тренером зала Голдс Джим, делится опытом с молодыми атлетами и наверняка нет-нет, да и рассказывает своим подопечным истории о том, как когда-то выходил на сцену с легендами золотой эры. А на этом все, друзья. Если это видео было вам интересно, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео с друзьями и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok